Здравствуйте! В эфире ЯТВ, программа о людях и делах компании «Газпром Добыча Ямбург» в студии Константин Портных и сегодня в выпуске. Смотрите. Дневник строительства. Открываем страницу на площадке МКУ 504. Человек-собаке-друг. Помощь бездомным животным в центре «Подари мне жизнь». Пробежки по воде. Ямбург X-Trail Cross 2022. А начнем мы выпуск с темы производства. Трудно переоценить значения модульных компрессорных установок. Они позволяют решить проблему низконапорного газа, которая так или иначе возникает в процессе эксплуатации любого месторождения. Наш корреспондент Юрий Григо недавно побывал на 504-м кусте газовых скважин Ямбурга. Там идет монтаж одной из таких установок. Полным ходом идут работы на строительной площадке модульной компрессорной установки 504-го куста газовых скважин Ямбургского месторождения. Параллельно с этой МКУ быстрыми темпами возводят еще несколько аналогичных объектов. На сегодняшний день также смонтировано 5 МКУ блокбоксов технологических на 502-м, на 503-м, на 505-м и на 510-х куста газовых скважин. МКУ 504 возводят подрядчики Общества Газстройпром и Газпромавтоматизация. Вместе с ними на объекте постоянно присутствуют представители эксплуатации. В данном случае специалисты 5-го промысла ГПУ. Их задача – контролировать работу строителей и по ходу дела решать множество вопросов, которые так или иначе возникают в процессе большого строительства. Объект перешел в стадию пусконаладки. Уже были проведены работы по монтажу электрооборудования, прокладки кабеля и подключения его. Работы были завершены. В данный момент на площадке присутствует три человека от нашей организации. Они занимаются пескоструйными работами, пескоструят сваи, после этого производят покраску. Модульная компрессорная установка 504-го куста – полностью отечественная разработка. Ее сконструировали и изготовили на заводе «Казань Компрессор МАШ» с учетом предложений специалистов Общества Газпром-Набыча Ямбург. МКУ-504 отличается от той, которая работает на 611-м кусте газовых скважин, хотя у них один и тот же изготовитель. Во время опытно-промышленной эксплуатации МКУ-611 выявили значительное количество конструктивных позиций, которые нужно было доработать. Так что на 504-м кусте монтируется уже более совершенная модификация. Мы от завода поставщика оборудования следим за пусконаладкой. Также присутствует конструктор на объекте и какие-то конструкторские внесения вносим. Устраняем замечания заказчика. За ходом работ по возведению модульной компрессорной установки 504-го куста газовых скважин наблюдал корреспондент Ямбург-ТВ Юрий Григо. В одном из наших прошлых выпусков мы рассказывали о подготовке детского оздоровительного комплекса «Сигнал» к приезду детей. Прямо сейчас покажем, как подготовленный сигнал детей принял, чем их кормит и как развлекает. Лучшая детская здравница Краснодарского края находится на Революционной улице 91, села Кабардинка, муниципального образования города-курорта Геленджик. В смену здесь отдыхает около 500 детей, разделенных на 15 отрядов княжеств. Дружба, радость, смех и доех! Это княжество Тверское! Все княжества живут дружно, междоусобные войны, если и случаются, то только на спортивных площадках. Футбольное противостояние наполнено азартом и призвано выявить будущих Месси и Пеле. В футбол играют преимущественно ногами, руки здесь распускать нельзя. А вот на кружковых занятиях волю рукам дать можно. Можно вышивать, лепить, рисовать, вырезать и приклеивать, развивая мелкую моторику рук и творческий потенциал. Главное событие дня – вечернее мероприятие. Подготовка к нему идет днем и поотрядно. Сигналовцы репетируют художественные номера в разных номинациях. Например, хореография в стиле Надежды Кадышевой. Вокал, представленный ансамблем «Скажи, экспрессии, нет». Инструментальные вариации на струнно-щипковых музыкальных инструментах. После репетиции – калорийное мероприятие при участии белков, жиров и углеводов под названием «Ужин». Хлеб, котлеты, макароны, помидор, оладьи, чай. Ну, держитесь микрофоны, сейчас споют, станцуют, знай. Сигналовцы! Сигналовцы! Молодцы! Молодцы! Виктор Курмачев, Дмитрий Шолохов. Специально для ЯТВ. К теме благотворительности и волонтерства. Работники «Газпромдобыча Ямбург» поучаствовали в акции «Человек, собаки, друг». Они отправились с подарками в Центр помощи бездомным животным «Подари мне жизнь». Питомцам привезли все самое необходимое – клетки, корм, миски, поводки и ошейники. Подробности – далее. Радостным лайм обитатели Центр встречают гостей. У наших ног с первых же минут юлой крутится майка, бурся, чика, хрюшка и даже емельяненко. У каждой собаки своя история, как правило, печальная. Одних оставили на улице при переезде, других – прямо у дверей приюта. Волонтеры стараются не бросать животных в беде и будут рады любой помощи. Мы всегда всех ждем в гости, в качестве волонтеров, просто даже погулять, поиграть с собаками, провести с ними день. Бывают семьи у нас иногда даже, я знаю, что и сотрудники «Газпромдобычи Ямбург» забирают некоторых собак на день на прогулки, гуляют по городу, по тундре в погожий день. Поэтому мы всегда приветствуем такую помощь. В Центре помощи бездомным животным «Подари мне жизнь» больше 300 собак разных пород, размеров и возрастов. Кому-то удается найти новых хозяев, но большинство так и остается в приюте. Здесь их лечат, выхаживают, кормят. И все, что им нужно – внимание человека. Волонтеры уверены – делать добрые дела легко, особенно если взяться за них все вместе. Много собак сбивают, много собак выкидывают. И когда ты видишь результат своей деятельности, это и добавляет тебе сил. У меня у самого есть собаки. Кота тоже недавно из приюта взял. Здесь живут не только собаки, но и больше 50 кошек. Практически каждый день в клетках появляются новые постояльцы. Сюда они попадают по разным причинам. От кого-то отказались хозяева, кто-то потерялся или выпал из окна. Сейчас в Центре не хватает рабочих рук и необходима помощь новуренгойцев, готовых приютить на время обездоленных животных. Помощь нужна сейчас очень остро с передержками, потому что нехватка мест. Понятно, что благодаря «Газпромдобыче Ямбург» у нас дополнительные места появились сегодня, но все равно кошкам, особенно бывшедомашним, лучше в домашних условиях, поэтому мы всегда приветствуем домашние передержки. Если есть такая возможность у людей взять хотя бы одно животное на этот сложный для нас период, мы будем искренне признательны и благодарны. Помочь хвостатым и усатым решили и в «Газпромдобыче Ямбург». А так работники общества поучаствовали в волонтерском проекте «Человек-собаки-друг». Друзья собак собрали более 70 тысяч рублей, а также корма и аксессуары для животных, которые необходимы приюту. А еще наши коллеги привезли и установили клетки, а также помогли работникам Центра вычесывать братьев наших меньших. Чешу собак первый раз, собаки счастливы, ну а мне грустно. Особенно было печально, когда мы зашли в кошачье отделение. Их мяуканье, желание играть, вырваться из клеток просто разорвали мне сердце. И побывав здесь, я хочу всем напомнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. И если мы берем дом животное, то надо беречь его, надо заботиться о нем и не выкидывать ни в коем случае на улицу. Еда, лекарства, витамины, теплые пледы, наполнители нужны четвероногим всегда. В ответ на внимание и заботу, любой питомец приюта готов стать самым преданным, мяукающим или гавкающим другом. Алмаз Абдельманов, Кирилл Мамонов, Новый Рингой, специально для ЯТВ. О спорте. Ямбург X-Trail Cross. Седьмой раз спортивно-вздоровительная служба «Газпромдобыча Ямбург» провела открытое первенство по легкоатлетическому кроссу. Пробежать по пересеченной местности смогли все желающие разного возраста и пола. Кому удалось дойти до финиша и кто стал победителем, расскажет Алмаз Абдельманов. Главный судья соревнований Николай Швырков регистрирует первых участников. После росписи в бланке спортсменам выдают футболку с номером, и они отправляются к линии старта. В этот раз таких 90 человек в нескольких возрастных категориях. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, потому что мы привлекаем жителей города, а также наших работников к занятиям спортом, здоровому образу жизни. И все-таки это в будущем скажется с лучшей стороны. Ямбург X-Trail Cross – это открытое первенство компании по экстремальному легкоатлетическому кроссу. Открытое – значит участвовать могут все желающие. Проводится в одном и том же месте уже в седьмой раз. Сегодня праздник бега. Немножко он такой отличается от того, что мы бегаем по другим трассам. В экстремальных гонках это мой дебют, сегодня первый раз, поэтому хочется тоже себя попробовать. Конечно же, здесь намного сложнее, потому что нет командного духа. Ты бежишь один, полностью сам за себя. Организаторы подготовили трассу в лесотундре. Легкоатлетам предстояло преодолеть дистанции от полутора до шести километров с пересечениями реки Тамчара-Яха глубиной до метра. Маршрут сложный и извилистый. Подъемы, спуски, водные преграды. Спортсменам пришлось непросто. По пересеченной местности всегда сложно бежать. Совсем другая физика работает. Тем более несколько раз речку пересекать. Понятно, что и кроссовки мокнут. Но, наверное, самая сложная вода. Поэтому здесь надо так рассчитывать свои силы и с большой осторожностью к этому относиться. Потому что травмы могут быть, и мозоли в том числе. На то и экстрим. В целом, вся трасса имеет такой накопительный эффект. В том смысле, что не успеваешь. Мало времени восстанавливаться. И с каждым препятствием становится все сложнее и сложнее. А учитывая, что здесь не цельная трасса в 6 километров, а круговая, ты понимаешь, что здесь чуть-чуть восстановишься. Сейчас опять спуск или подъем. Достаточно крутые подъемы, на которых теряешь очень много сил. Галину Иванову первопроходцем не назовешь. Она принимала участие буквально в каждом экстрим-кроссе. Галина – опытная спортсменка. Но сегодняшняя трасса стала настоящим испытанием на выносливость. Очень много воды. Соответственно, это другая нагрузка. Совершенно. Это тройная нагрузка. Но было интересно. Посмотрите, очень много болельщиков, очень много зрителей. Молодцы, что организовали такой летний период времени. Это очень здорово для таких, как мы, энергичных людей города Нового Ринга. Поехали! Давай, давай, давай! Самая популярная возрастная группа – 18-39 лет. На старт вышли 46 человек. Среди них и новички, и профессионалы. Первым у мужчин в этой категории стал Анатолий Сахнюк. В свое время он начинал проводить этот кросс как организатор. В этот раз решил испытать самого себя. В этот раз вот это было для меня открытие. Я на своей, что называется, шкуре, можно так сказать, прочувствовал все прелести этих преград водных, песочных. И на самом деле понимаю теперь все эмоции ребят, которые финишируют и чувствуют себя, ну, на самом деле, очень сильными и преодолителями. Это испытание хорошее такое, прочувствовать свои возможности. Ужесточенная борьбе победителем становится Сахнюк Анатолий! Класс! Здорово! Итак, по итогам соревнований бронза у Виктора Позанова, серебро заслужил Андрей Воронов, первое место завоевал Владимир Ильич. В группе 40-49 лет победой досталось Дмитрию Половодову. Среди женщин лучшей стала Галина Иванова. Присоединяйся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПАО «Газпром» 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 Соответственно, когда начали уже потом активно тренироваться после перерыва, все равно был перерыв в двадцатый год Без активных тренировок, соревнований, выездов И старые травмы тоже напоминают о себе И у нас есть замены Индивидуальные виды спорта все подошли в своей физической форме, все нормально Но у игровых видов спорта есть замены, да, не все попали на Спартакиаду сейчас перед соревнованиями спортсмены сильно нервничают это по нарастающей происходит то есть сначала ты же ты знаешь что ты делаешь ты всю жизнь это делал но приближаясь уже допустим сейчас как 6 августа начинается волнение естественно и люди готовятся серьезно и нам надо тренироваться больше и больше мы хотим то есть тут уже даже больше психологическая нужна подготовка чтобы не сорвать старт например не показать фальстарт плавание да допустим не наделать каких-то детских ошибок волейболе допустим да или не срывать рывок в гиревом спорте это очень важно сейчас успокоиться всем и целенаправленно готовиться уже понимая чему ты идешь примерно игроки и вообще участники по всем видам спорта они знают своих соперников знают каждого из них и уже настраиваться конкретно на человека кто будет основным твоим соперником не думать что ты должен показать больше того что ты можешь я же повторюсь что время идет и мы не молодеем конечно хочется где-то еще в глубине души ты понимаешь что я могу ну а если ты не сможешь какой будет смысл от этого и польза команде насколько масштабным событием является спартак яда газпрома настоящий праздник спорта это мало того что очень хороший уровень соревнований вообще во всех видах спорта представленных плюс еще это правда большая радость встретить знакомых со всей россии и организаторы настолько стараются ты когда приезжаешь туда и ты понимаешь что вся красота в деталях в мелочах от бэйджиков до автобусов которые расписаны до баннеры на каждом шагу то есть там куратор у каждой команды которые день и ночь и готовы помочь показать рассказать все что угодно организаторы готовят экскурсии в каждом городе даже ленточки все все стилизовано все очень красиво и очень красивые объекты и получается ну все когда сделано целая неделя сделана вот для вас то есть пожалуйста играйте известно что будет на открытии каждый раз это сюрприз что будет происходить на открытии ну вообще его стараются не делать каким-то грандиозным длинным потому что все-таки следующий день с утра уже начинаются у всех соревнования спортсмен должны отдохнуть где-то час-полтора происходит открытие и это стандартная процедура на все организаторы исследуют это знаменосцы это выход команды на стадион до большим строем приветственные слова руководители организаторов руководители пау госпром ну и там небольшой концерт обычно то есть поприветствовать все увиделись все поздоровались и все разошлись потом по своим номерам готовиться на следующий день а вот закрытие обычно да это всегда происходит красиво от салютов концертов известных групп стараются потом наградить что ли за старания всех спортсменов то есть чтобы они уже выдохнули расслабились пообщались потому что все потом на следующий день все разлетелись и все можно ли сравнить спартак яду с олимпийскими играми конечно можно конечно это маленькие олимпийские игры но когда такое количество спортсменов собирается и ты находясь там видишь всю масштабность вообще и организаторы два года готовится к проведению очень много служб задействовано и всего конечно попадая туда в первый раз вот спортсмен тогда понимает что это да это это вау просто поэтому потом следующий раз готов готовится и очень хочет попасть в состав да в основной состав чтобы еще раз посетить и каждые каждый город и свою изюминку всегда привносит например на открытии спартакиады 13 года в казани нам показывали сабантуй и знакомили с национальными видами спорта да и рассказывали то есть было очень интересно посмотреть они дарили нам национальные призы подарки угощали и каждый сочи например показывал нам олимпийские объекты и посчастливилось на них сыграть опять же мы все это видели и олимпийский огонь то есть каждый город всегда старается удивить спортсменов чтобы запомнилось это навсегда и правда то есть я была на четырех спартакиадах я помню каждую и старание каждого организатора это была последняя информация выпуска смотрите нас на каналах в youtube и рутюб подписывайтесь ссылки на экране в студии работал константин портных до новых встреч в эфире конечно же ямбург тв а